Здравствуйте, уважаемые трейдеры! С вами я Екатерина Стихина и обзор азиатской сессии от 15 марта. Во вторник на Олл-стрит вернулось хорошее настроение и акции перешли к росту. А сегодня на этой волне оптимизма поднялись и фондовые рынки Японии и стран антиподов. Что же касается основных валют, то вчера мы наблюдали нарушения привычных схем взаимодействия, особенно доллара и фондовых индексов США. Давайте посмотрим, как с этим обстоят дела сегодня. На азиатских фондовых рынках в среду лидировали в росте главные проигравшие вчерашнего дня – это акции технологических и банковских компаний. Однако они перешли в зеленую зону только вслед за аналогичными движениями на Олл-стрит накануне. Американские фондовые индикаторы зафиксировали подъем даже несмотря на неприятно высокие данные по инфляции. Базовые цены, которые Федрезерв США принимает во внимание в первую очередь, в феврале выросли на полпроцента. Этот уровень превысил прогнозы и январьского показателя в 0,4%. То есть инфляционное давление в экономике США все еще повышенное. Однако теперь от центрального банка страны можно ожидать более осторожного движения по ставкам. Хотя для восстановления ценовой стабильности нужно продолжать агрессивную монетарную политику Федрезерву. Скорее всего придется притормозить. Ведь заявления главы ведомства на прошлой неделе уже морально устарели, когда Джером Пауэл, выступая перед Конгрессом в США, наметил ястребинный курс регулятора до тех пор, пока работа не будет выполнена. А вот крах банков Силиконовой долины еще при этом не произошел. Теперь ландшафт изменился, и идти по нему Федрезерву придется очень осторожно. Правда, быстрое вмешательство регулирующих органов США дало повод думать, что худшие последствия краха Silicon Valley Bank и Signature Bank миновали. Особенно на фоне заверений американских властей в том, что они не допустят повторения финансового кризиса 2008 года. Это, вероятно, несколько подняло настроение трейдеров и подстегнуло таки рост акций. Тем не менее, процент тех, кто ожидает следующего повышения ставки на 50 базисных пунктов, снова убедительно перевешивает число сторонников голубиной остановки. Вчера и тех, и других было примерно поровну, а с сегодняшнего дня, как показывает инструмент FedWatch Tool, ястребов уже почти 82%. В такой ситуации рост американского доллара выглядит вполне логичным, если бы не тот факт, что рынки акций и фьючерсы на США в азиатскую сессию среды тоже идут вверх, так что привычные шаблоны по-прежнему не работают. Да и цена американца по индексу корзине валют аналогов G6 тоже двигалась очень разнонаправленно. На торгах в Азии она сначала коснулась дна на поддержке 103,4 пункта и возобновила минимум от 7 до 8 февраля. А затем Greenback сумел восстановиться до отметки 103,7 пункта, продвигаясь на бычьем импульсе на пути к сопротивлению 103,8 пункта. Что же влияет на движение всесильного доллара больше всего? С одной стороны, его поддерживает доходность Treasuries, которая значительно выросла за последние сутки. А вот с другой стороны, на американского партнера по корзине валют может надавить евро. Учитывая, что заседание ЦБ еврозоны по ставке пройдет уже завтра, индекс доллара США под давлением евро может протестировать отметку в 103 пункта и даже пойти ниже, если ЕЦБ, как ожидается, повысит ставки на высокие 50 базисных пунктов. В любом случае, торги на мировых рынках лихорадят очень сильно. И график американской валюты наглядное тому подтверждение. И если евро при поддержке своего регулятора еще имеет какие-то шансы побороться с долларом США, то для иены такая возможность пока закрыта. Банк Японии в апреле ждет смену руководства, а вот переменные в его сверхглубинной политике вряд ли наступят так быстро. Японский регулятор стремится удерживать доходность гособлигаций на нулевом уровне, поэтому иена очень чувствительна к движению трежерис. Вот и сегодня госбонды США зафиксировали рост доходностей, а японская валюта в паре с гринбеком отреагировала на это ростом курса. Правда, прежде японская валюта смогла все-таки укрепиться на важной технической линии в 133 иены за доллар. Однако торги сегодня проходят очень волатильно. В результате цена пары в азиатскую сессию уже подскочила до отметки 134,90 иен за доллар США. В начале среды американец продолжает вести главную партию в этой паре, а ее курс в Азии продолжал расти внутри дневного диапазона между отметками 134 и 135 иен за доллар. Получили сегодня свою минуту славы и валюты антиподов. Кратковременный рост австралийского доллара отправил его на высоту 0,6711. Однако затем Ози пришлось сдаться и уступить руль правлению доллара США. В результате на торгах в Азии пара перешла к падению внутри дневного диапазона 0,6670 – 0,6713. Тем не менее австралиец может снова бросить вызов важному сопротивлению на 0,6700, если склонность к риску на фондовых рынках сохранится. А пока пара, скорее всего, будет танцевать под музыку данных по занятости в Австралии, которые будут опубликованы в четверг. Противоречия на американском рынке заставили сегодня новозеландский доллар продвигаться очень лихорадочно. Сначала он резко отскочил от 4-месячного минимума и вырос до отметки 0,6265. Затем со взятой высотой киви пришлось распрощаться и отправиться вниз по ценовому диапазону 0,6205 – 0,6266. Напомним, что Резервный банк Новой Зеландии повысил ставку на 0,5% еще в феврале. При этом регулятор указал на повышенное инфляционное давление в стране, а также ожидание роста цен и жесткие условия на рынке труда. Так что дела в экономике Новой Зеландии обстоят далеко не самым выигрышным образом, поэтому и ее валюта продолжает двигаться главным образом под давлением доллара США. А он в начале вторника перешел к укреплению. В результате цена новозеландца довольно резко упала к отметке 0,6207. Таковы основные новости азиатской торговой сессии на этот час. Команда ИнстаФорекс ТВ продолжает внимательно следить за ситуацией на рынках. Мы рады снабжать вас актуальной информацией и аналитикой и ждем ваших вопросов и комментариев под этим видео. Спасибо за внимание и до следующего подключения!